Чем отличается питание людей больных диабетом от меню здоровых людей? Какие продукты им можно употреблять, а какие необходимо ограничить? Как следует строить собственный режим приема пищи? Вы обо всем узнаете к концу просмотра нашего выпуска. Последние годы и десятилетия было проведено большое количество исследований, в результате которых проблема диабета осветилась более полно. Первый продукт – это яйца. Ранее их не рекомендовали при таком заболевании. Теперь известно, что употреблять яйца не только можно, но и нужно. В их состав входят полезные белки, лицетин, витамины и минералы. В таких случаях всегда важно понимать, что яйцо, как и любое другое семя, готовое к росту, содержит все необходимое для превращения в нового молодого представителя жизни. Регулярное употребление яиц повышает чувствительность клеток к инсулину. Еще одно действие – улучшение функций глаза, что предотвращает серьезные осложнения типа макулярной дегенерации, например. При этом заболевании человек постепенно теряет зрение. Итогом может стать полная слепота. Второй продукт – порошок куркумы. Он способствует понижению уровня сахара в крови и борьбе с хроническими воспалительными заболеваниями. При постоянном приеме значительно снижается риск заболеваний сердца и сосудов не только у относительно здоровых людей, но и у диабетиков в частности. Дополнительная польза – это профилактика недостаточной функции почек. Третьим продуктом станет грейпфрут. На фоне изобилия других цитрусовых, люди не так часто покупают этот горьковатый фрукт. Однако его способность разжижать кровь и благотворно влиять на сосуды и сердце должна стать причиной, чтобы включить прием одной половинки плода утром. Четвертое – это ежевика. Высокое содержание никотиновой кислоты обеспечивает хорошее расслабление сосудов и артерий. При регулярном поступлении чрезмерно высоких доз с синтетическими препаратами человека беспокоит сильное падение артериального давления. Но с натуральным продуктом можно не опасаться такого явления. Пятый продукт – жирная рыба. По возможности рекомендуем приобретать только дикие сорта. Самые дорогие охлажденные куски на льду – это части рыб, выращенных на фермах и кормившихся комплексными кормами, а не ламинарией и мелкими ракообразными. В результате их мякоть почти не накапливает ценные полиненасыщенные жирные кислоты. Поэтому для получения пользы нужно выбирать селедку, сардины, корюшку и другие подобные виды. Шестое – это обычный зеленый чай. По желанию можно глубже разобраться в многообразии его сортов, но все они из-за содержания экстрактивных веществ в водном настое окажут благотворное воздействие на организм при диабете. Седьмой продукт – белокочанная капуста. Содержание усваиваемых углеводов в ней минимально, но клетчатки достаточно много при очень низком содержании калорий. В состав входит редкая тартроновая кислота, которая напрямую запускает сжигание лишнего жира. Все это становится причиной более быстрой потери лишнего веса и стабилизации уровня сахара в крови на фоне ограничения нежелательных продуктов. Восьмое – молотая корица. Польза заключается в содержании эфирного масла. Ее можно добавлять в умеренно горячие напитки, либо пить до половины чайной ложки вместе с чистой водой. Дополнительный способ – сочетание с блюдами из курицы, мяса или рыбы. Девятый продукт – это ягоды шиповника. Наверное, уже ни для кого не секрет, что они в процессе своего роста накапливают в себе большое количество аскорбиновой кислоты, железа, цинка, марганца, меди, витаминов группы В и так далее. Поэтому употребление настоя свежих или высушенных ягод обязательно скажется на самочувствие самым лучшим образом. Десятое – обычная овсянка или геркулес. В его состав входит целый спектр важных веществ. Цинк, магний, калий, биотин, клетчатка, витамины С и В. При этом нет необходимости есть ее большими порциями. Вполне достаточно употреблять по 3-4 столовые ложки каши ежедневно. Это не превысит нормы в одну хлебную единицу. И готовить ее лучше на воде, чтобы получить максимум пользы от такого блюда. Завершать сегодняшний выпуск – самые обычные спелые помидоры. В процессе особо тонкого перемалывания или термической обработки у них нарушается целостность межклеточных стенок. Итогом становится высвобождение ликопина. При его регулярном поступлении в организм резко снижаются риски заболеть раком или сердечно-сосудистыми заболеваниями. Поэтому питье томатного сока и частое использование помидоров при обычном приготовлении горячих блюд будет способствовать сохранению и вашего нормального самочувствия.